А вы знали, что молочные зубы тоже болят? Разберем данный вопрос поподробнее, а вы делитесь этим видео с другими мамами. Начальный кариес, как правило, почти никогда не беспокоит ребенка и не вызывает боли. А вот когда кариес переходит в среднюю стадию, вот тогда зубы могут начать беспокоить и реагировать на сладкое. При этом, чтобы оградить себя от боли, дети начинают пережевывать конфеты на другой стороне. Но есть нюанс. Если пораженная полость находится на боковой поверхности зуба, то на нее сладкое не попадает. Следовательно, средний кариес на боковой поверхности болеть не будет. При этом кариес продолжит развиваться, и вы узнаете о существовании полости уже на более поздней стадии. Вслед за средним кариесом идет пульпит, который подразделяется на острый и хронический. Острый пульпит болит, но часто совсем недолго, может поболеть 5 минут и перейти в хроническую форму. А хроническая форма пульпита практически не болит, но может обостряться. Пульпит в обострении еще можно полечить. А вот если пульпит уже перешел в периодонтит, то у детей это, как правило, заканчивается удалением зуба. Ну, за редким исключением. Именно поэтому очень важно регулярно посещать детского стоматолога каждые 3 месяца. Ставьте плюсик в комментариях, чтобы записаться на прием.